привет друзьяки мои ну вот я наконец-то добрался до киева приехали после недельного отдыха в килове скажем так хорошо провели время кстати у нас в гостях был толя лютый многие из вас кто увлекается ножами знают его некоторые его знают по нашему канал вот это барахолка на рельсах там барахолка с той стороны барахолка в общем тут барахолка везде встретились два одиночества ты еще великан по сравнению с ним скоро выйдет новое видео как мы провели время столе как мы рыбачили там жека приехал вовка приехала вы не знаете ну будете знакомы в общем получилось довольно такое интересное насыщенное видео мы порыбачили и пообщались мне удалось там то ли задать несколько вопросов там по ножам я не хотел честно говоря сильно углубляться в тему тюрьма там наркотики и тому подобные там движухи меня толя скажем так интересовал как специалист по ножам поэтому меня больше интересовала эта тема ну конечно же конечно же затронула затронуты были разные темы в том числе и по криминалу и по употреблению не без этого как говорится ну как бы вам судить я думаю что должно понравиться но конечный результат скажите вы меня в субботу был неимоверный сюрприз я вам скажу так что я немножко даже был ошарашен совершенно не ожидал такого внимания скажем так к себе знаете в субботу приехал один из моих подписчиков который живет в израиле он приезжал в житомир по делам и спасибо тебе генка за то что уделил эти пару часов он специально приехал в киев увидеться познакомиться ну как бы мы знакомы ну мы увиделись лично впервые так что вам спасибо генка славка пацаны блин вы мне так сюрприз конечно сделали ну ну супер просто супер генка приехал славков был в курсе никто ничего не сказал общем я честно говоря очень тронут и от души вам благодарен за то что вы у меня есть как-то так так друзья ну а сейчас я приглашаю вас прокатиться со мной на закупочку у нас сохранилась немножко отснятого материала по закупочкам перед выездом на киллов и одна закупочка после приезда скилова так что подтягивайтесь к нам на просмотр желаю вам удачи желаю вам хорошего просмотра от вас ждем лайк подписочку на канал те кто не подписан и конечно же оставляйте свой комментарий садитесь садитесь машину садитесь машину чё стоять на жаре чё на жаре стоять только с рыбалки неделю на рыбалке на загорался уже у меня сон закрывать и 2 осень шмоленске так позавчера пришла взять это сумма поймал от плеча щадо голова возле таких вас тут хвост на земле ну вот и у нас такие так ночью вы там показываете что-то нашу шибронищина или зайдем так я же спрашивал заходить или у вас там еще что-то есть давайте зайдем на минуты какой-то того четвертый подъезд пусть стоит машина здесь не хорошо закройте с а давай аня кто случайным он набрал алё случайно набрал давай случайно добренько тогда до встречи так вот так это пара так это фэд да фэд 2 какой у нас тут индустарь 2м это 58 да я знаю они это я понимаю но там 2 на кухню ждем на стол туда давайте добрый день выжигатель на поле на поле и на а и 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 к и как что там еще у вас еще показывайте сразу все я посмотрю что такие хрена нет что тут еще, а тут тоже какая зря, а что там, ну клуб 2 так и завязывается так смотрите из этого всего я могу вам фотоаппарат две пары часов ну за фотоаппарат гривен стою эти по 50 гривен нормально больше просто я ну это все больше ничего это что у нас такое кофеварка себя изжили а это что светильник светильник вам лучше как-то в объявление выкинуть я просто его за него особо ничего ну смотрите или еще что-то будете показывать может там игрушки какие-то советские есть ну поняли детские там какие-то раскладные ножики вот эту хреновую глянки сейчас еще она отбитая к сожалению что там отбитая ну сама вот на лбу тут сколы на лбу ты ничего она там не отбитая краска просто у меня что продавать даже в них не для себя покупая их покупает для перепродажи на барахунке покупателя это это ножик вот это вот валяется не нужно так вот ищи графин по стакану вот это к сожалению сильно это китай смотрите ну то есть еще могу за ножик короче вот еще там гривень 100 предложить за хорошо стакан и все больше я и того 300 гривен то есть вот фотоаппарат часы ножек и стаканы 300 гривен так а вам можно на карточку или наличкой я наличку наличку секунду 310 как раз так какой-то кулечек нужно попросить у вас хорошо выпускать вот такие штучки тоже покупаем вот такие штучки там шелкографии так как у меня ключ и отдел выходите такая уже а там решетка у вас все спасибо до свидания если что набирайте что касается книг если там советские они советские они там кабинет а до революционно это уже там старт от 100 и все наберете я подъеду там заранее договоримся когда там будет у вас время здоровье желание набирайте я подъеду и все посмотрим сюда советские надо смотреть надо все смотреть ну мне смотрите я могу я могу покупать то что я и сам не знаю я увижу опа решил ну понимаете поэтому там о чем-то говорить там чтобы я все и не перечислил все что я покупаю так что набирайте я слушаю здравствуйте присаживайтесь машину добрый добрый я залезу туда да да конечно если что это после смерти мужа у меня открылась невралгена от переживаний у меня был очень хороший муж и поэтому я очень вот здесь вот ручка достанете давайте ручку спасибо большой и поэтому я страдаю на стараюсь риски движения не делать значит а первая ну она так не хотела я ее с три раза сдавала на выставку как же ее вытащить я вы прямо в тубусе и доставать а шанс а вы знаете что а я вам так покажу посмотрите она видите она стоячая у меня она стоит я в спальню пошила а сейчас я открою лучше вам покажу чтобы я хорошенько рассмотрели она в специально стоит о боже как она поменила специальной коробочки вот она как это вы это барби да нет я я покупала ее как матильда ну я имею ввиду из этих одежду шили сами до собой там слушайте там нижняя одежда нижнее белье у нее тоже в общем такое она красиво это бесспорно вы знаете что это я в те я делала на сцену такие вещи я вам уже рассказал моделером-закросчиком работала начальником всего этого участка я украшение как для спальни сделала но там такая ручная работа но как вам сказать очень не кропотливая я на нее неделю работала нижняя юбка нижнее белье а там все у нее рассмотрите хорошо смотрите во сколько вы ее оцениваете ну чтоб я просто понимал потому что чтобы ориентировать но я бы хотел за нее тысячу видите там все настолько сделаем бусы некий перстень смотрите ну я сразу вам скажу что к сожалению я вам не предложу эти деньги при всем моем желании я ее продам максимум там сейчас но гривень 700 это она у меня будет стоять ну очень здесь такой укрой видите я вижу я вижу она очень красивая классная работа я не спорю я куклы повидал и я понимаю о чем вы говорите я вижу ну насколько она оригинальная красиво но к сожалению просто я не хочу у вас забирать это за копейки просто потому что ценю ваш труд а так вообще я для себя буду иметь ввиду может у меня появилась у меня есть люди которые коллекционируют куклы которые у меня там частенько их покупают я же говорю сейчас это все стоит гораздо дешевле чем я поэтому я продать там 1 год назад и натуральная кожа браслетик это на женскую тоже нет уже нет сейчас дальше это тоже ручная работа сейчас для меня это не аргумент не понятно вы конечно покупайте то что вам да я сейчас беру то что я могу продать некоторым я вам говорила это рубин и этот изумруд достать можно да конечно я вынуждена была пломбусе я его носила я поняла естественно как же с пломба его носить вы покупали его не для того чтобы он лежал для дна этот на черный день как говорится естественно что вы его носили во сколько вы его оцениваете тут написано цена вы понимаете я даже за тысячу его мне не хватает уплатить вы выкупить земельный пай с мужа на себя столько оплаты много я почти что все уплатила на немножко не хватает и вынуждена продавать общение не умею продавать нет нет я тоже не смогу мне как бы у меня нет понимания о камнях да ну вот четких вот так я больше 500 гривен за него не дам максимум совершенно просто как так это гора синай там где моисей получил заповеди на скрижалях прямо оттуда из-за египта мне племянница дело все в том что я как проводник на исцеление младенца и поэтому я люблю такие всякие вещи что касается духовности ну это сувенирные вещи я довольно часто встречаю видели да с турцией с это с египта с израиля очень много я знаю что обычно желтые покупают часы да меня вообще есть полсотни полудроценных камней нам не жалко их продавать понимаете а вы сказали слова бижутерия так я уже схватилась за это кстати вот это натуральная это тоже кстати я вижу что это береза ну вот потому что за бусы из-за сережки это могу предложить до 100 гривен до 100 гривен за вот эти две вещи а это бижутерия у вас не интересует ерунда да это точно нет это точно нет ну могу вот так 150 предложить использовать 150 да давайте за эту 600 и мы с вами будем в расчете могу предложить 700 за все то есть это получится 550 это ну это максимум шум хорошо давайте а по поводу куколки я ну к сожалению ну просто я понимаю она стоит этих денег и но я вас тоже понимаю ну я больше там 500 гривен а как это вы что вы не любите это они не обратили внимание на кожаный рассвет а дело в том что я давно на них не обращаю внимание потому что они не продаются те люди которые носят такие вещи просто дело в том что кожа она имеет свойство впитывать под до всякую такую чепуху ну я имею ввиду тело тело человеческого да а те люди которые носят кожу любят они это заказывают новыми а вы знаете я ни разу его не надела ну не потому что ну нет дело никто не я не говорю что он там в плохом состоянии просто они не покупают берут заказывают уже новое изделие не хотела матильда это что раза матильдушка мы обязательно к тебе вернемся еще но пока пока не время у меня еще нет одной куклы она такая вот так и на я громадная стоит тоже в стеклянном ну это пакет таком но дочке было пять лет когда я купила и я просто это с моей стороны будет очень некрасиво взять взять ими так что так в принципе если уже надумайте что-то там еще по этим минералам тоже можем посмотреть но опять же утром сколько денег вы хотите за них дело все о том что у меня не только у меня есть икона которые 180 лет это смотря от того что и 180 лет это еще не значит что она я у меня вот есть сейчас чтобы вы понимали лежит две иконы венчальная пара 903 года 903 здесь тонн 117 лет венчальная пара ну вы поняли да никому не не могу лежат уже вот пользуется какие товари чем пользуются какие-то сейчас вообще все я выживаю только за счет того что я занимаюсь этим 10 лет и у меня есть какие-то клиенты которые там хотя бы мало-мальски по чуть-чуть что-то покупаю сейчас вот рухнула все телефон записан если будет какая-то информация у меня по поводу куклы то я обязательно дам знать тут я ее пошла это украшение было для спальни она стоит знать о прозрачном таком классиках сразу обращать внимание на куклу мы попросили на выставку да когда она была на выставке так мне предлагали хорошие деньги евро не мне просто жалко моей работы надо было давать сейчас конечно не ну я понимаю что вы говорите но сейчас я к сожалению при всем желании я просто не могу давайте ручку я помню извините мне все все хорошо извините что я сразу не признаю за невралгию переживаю ну все всего вам доброго до до свидания до свидания вот так вот работники культуры теперь выживают 1.2 3 что-то сутрю лампа такая на палки и а так как иди запирать забираем шорсть механизм есть термос алюминиевым часы ну ну так чё нормально не отходя от кассы кто-то что-то все выносит слушай, так ты пойди пробей гвоздики набор гвоздиков может там у него купить что-то можно? да сейчас я подавлю, не знаю, что-то закинуть термос в машину цельно алюминиевый термос так оставь здесь его, нахера его запихивать сейчас в машину все знаю, может там что-то есть купить вот так вот калюня уже короче, вот такое вот кольцо с рубином и с изумрудом ну неплохой перстенек, реально неплохой мне он даже очень нравится красивый ну не дешевый точно конечно перстень крутой, вопросов нету изумруд, рубин, серебро она крышечку забыла от куклы так что вот так вот на сегодня, к сожалению, у нас больше адресов нету поэтому, друзьяки поехали мы домой будем собираться на килов как-то так на-на-на-на-на-на-на-на-а с этого что это? так, ну это что тут у нас бритвы аккорд и маяк но это сейчас не возьмем вообще сейчас не будете еще оставалось у нас а ну потом здесь что он оставлял вот это он оставлял я понял вот это он оставлял на солдатикам вот этот он оставлял вот это говорит оставьте и смотрела на сейчас бинокль открытки 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 карты открытки какие-то карты это его наставил наставил то не надо особо вот эти броши еще остались советские русские это надо на килограмм попроверяла открытки так было так было когда-то в интернете помнились микровом вот это головная боль да это головная боль открытки крючок ну трешка 8 штук а здесь монеты да там монеты вот эти значки нычки ручки это тот что он не забрал то что у него там денег не хватило ну вот эти значочки ручки все что он забрал ну да это монеты русские 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 так корички тут у нас альбомы пивные бокалы каримони а вот это вы вообще не будете не это все вообще я даже не знаю когда к этому мы вернемся сейчас все непонятно тут шапка прапор и что он говорил я бы забрал вот эту машинку ну тут какой-то челнок есть там посмотрел где-то все есть ну а вот он такой-то в общем ну я не знаю это зингер это вы смотрите плюсы телефон вы говорили вам не надо телефона точно что нет часы он тоже не забирал которые не так здесь у нас шапка такой вот 70 70 пропор тоже нет сейчас девать не могут книжки не так смотрите шов открытки еще карты вот эти не надо карты точно нет смотрите могу забрать марки вот эти открытки уже потом буду разбираться по монеты я не знаю вы как что вы с ними планируете я могу там за них гривень ну 150 предложить не больше короче смотрите я вот это то что он отложил вот эту штуку открытки эти календарики монеты и альбом шапка альбом нет да все все я монеты могу оставить и мне просто альбом монеты можете вынимать они мне неинтересно короче могу дать 600 гривен вот так вот а эти эти каких скажите вот помните я показывала брошки брошки ну они как ну они копеечные ничего не стоит ну как ну я их там продаю в инстаграме у меня висят по полгода по 100 по 70 по 60 по 80 по 50 а вот эти которые раньше шапки были они не продаются выкинуть их вообще выкинуть их вот обувь это туфли туфли натирать хорошо им что блестели норковые норковые я говорю нор как раз и отлично будет какие графины не 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 уже сейчас это все да ну может быть и вернемся но пока склады заполнены этим стеклом да пока пока это все слышите а вот это он говорил вот эти солдатики а это вы служащие пошли да ну мне же там видео я смотрел уже записывал ну хорошо а это еще это все тоже нет да а машинку тоже нет ну могу еще единственное что из этой машинки за шпулю дать 50 гривен потому что шпулю там можно продать за сотку за какую-то а вообще машинка за шпульки она никуда да она и вообще не вы эта машинка уже никуда ну она уже как бы на металлолом сдать проще не может кто-то и заберет да свем это все можно выбрать ужасно я просто к чему чтобы побольше выбросить и пластинки я так понял что у меня один приехал взял на 300 гривен то что не понравилось ну если уже оттуда забрали то там уже точно это не знаю так хорошо тогда смотрите вот это вы берете да не знаю так хорошо что тут у нас тут все открыточки да да их там еще перебирать на актеры это точно все утиль уйдет конверты перебрать надо да а это что а это наверное купоны новые новые а тут карты наверное или что смотрите я даже не сотрелся это календарики а это календарики ну все так хорошо матрушку нет правильно монеты давайте я сейчас соберу вот это не 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 карты не марки вот эти тоже не надо господи я буду в этом мире покой календарь не такие не так я сотрел да все карандашик а это мне говорили что это к медалям да да но все это беспонтово ничего не стоит ну так туда это скидываем сюда мусорку вынесли все выняли что стиральную машину сдали швейную машинку сдали он куча миски всякие это тоже деньги конечно не ну реально вам просто зачем выкину кто-то его и сейчас вынести его потащат и отнесут на металлолом вот эти вот просто у меня нет сил вот это разбирать его его в принципе если оттуда вынуть платы то их тоже принимают там есть золотосодержащие детали ну я просто этим не занимаюсь поэтому ну особо не вникаю вот это что здесь этих мисок гривень 300 будет металлолом да так ну там чуть-чуть не ну алюминий сколько он гривен там по 50 по 70 да ну там килограмм пять будет так монеты вытащены давайте в метрополитене кто-то работал у меня все тоже родственники мама папа все митрополитене так сюда так так сюда так так сюда да его разгрузили так ну к сожалению на адресе много хлама такого никудышнего я там особо даже не вникал там в эти кульки ремни позабирал там солдатики ремни открытки какие-то еще пивные бокалы по моему полтава шапка ушанка военная 70 70 года это вот такая ботва братва все увидимся дома без жара неимоверная духотища от вентилятора вообще таки невозможно я все никак не могу поставить этот кондиционер блин то денег нету то бы заболел уже вроде и договорился как бы об этом всем но все же приходится еще немножко потеть так друзья мои сегодня я был на квартире которую в принципе уже видели в обзоре туда ездил Коля вы видели мое это триумфальное возвращение на базу так ну и совсем немножко мы там я там добрал барахлишко и сейчас покажу что же я там взял так начну вот с таких вот всяких солдатиков игрушек я тут даже нашел киток оловянных солдатиков довольно такие прикольненькие солдафончики вот такие вот пушки даже у пушек есть вот такие вот стрелялки типа она чем-то или бумага или чем вот так вот делается таких пару пушек всякие вот такие солдатики Коля прошлый раз их не забрал по непонятной для меня причине ну вот на этот раз казаки вот такие даже попалось два значка динамо Киев старые это еще Михаиличенко и Яремчук и я думаю что это будет подарок для моего подписчика который постоянно просит у меня тематику динамо динамо Киев и вот я сделаю для него такой презент так также тут вот такие вот орудия всякие есть даже игрушки не встречал если честно вот такой бтр какой-то вот такой танк с отломанным дулом корабль еще один танк вот такая вот ракетница какая-то в общем игрушек довольно много и какие-то и какие-то вот такие жетоны на которых написано чернигов архитектурный историчный заповедник в общем вот такие вот интересные солдатики честно говоря таких даже в детстве не встречал вот еще один better с квадратными колесами вот такие вот солдатики один даже со знаменем есть что кстати большая редкость так потом вот куча вот таких всяких открыток календариков даже есть Винни-Пух в общем вот такие тут есть это какая-то прям подставочка открыточки календарики зимний дворец в общем всякие вот такие агитационные еще и целая даже вернее новая 75-ый год вот такие вот даже старая фотография есть какая-то купцы под венцо ну тут актеры этого говна у нас хватает звали подним первое мая здесь свято мыру и весны первое травня первое в общем довольно много будем перебирать еще ничего не знаю так дальше вентилятор у нас тут шерудит так что ребят прошу прощения вот вот такая куча всяких всевозможных монет тут гривен много в общем 15 копеек уже давно такие не видел так вот такой радиоприемничек с документами стопочка купонов новых 100 рубчиков российских вот такие вот четыре ремешка с такими пряжечками шапка альбом для монет два альбома для фотографий вот такой флажок с символикой серп и молот если видно что она плохо распечатана так вот такие два кубка один за там типа достижения в спорте за большие достижения в спорте а это первенство по баскетболу два пивных бокала полтава и тройка вот таких вот часов монтана все рабочие все в принципе в нормальном состоянии ну еще два закаточных ключа как бы как бы тоже деньги так что ну такие вот командирские часы это Россия такая командирские амфибия СССР часы не на ходу вот такие состояние неплохое внешнее поцарапанное стекло немножко ну так ну и вот такой вот фэт второй состояние хорошее затвор клацает стекло вроде коррозии сильной не имеет в общем вот такая вот закупочка чё друзьяки ну вот такая вот покупка у нас сегодня была я надеюсь что вам понравилось и ждем от вас палец вверх подписочку на канал конечно если вы еще вдруг не подписаны то ну уж соизвольте исправить эту серьезную ошибку ну а мы друзья будем собирать дальше для вас интересные наши похождения снимать все на видео радовать вас как минимум пару раз в неделю как то так все друзья лайки комментарии туда а мы погнали отдыхать пока 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 пока